Аварим. Реакция мнения конспиролога. Только что посмотрел фильм «Падение империи» или «Цивил-Ва». Прямой перевод «Гражданская война в США». Вот тут еще Википедия не обновилась, но он уже вышел, фильм. Значит, к власти в США приходят диктаторы. Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют столицу. Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле человеческой жизни. Потратили на него 50 миллионов. Посмотрим, окупится, не окупится. И выход состоялся 12 апреля в России, 11 апреля в России даже раньше. Ну и такая нумерологичная дата. 11 апреля. И, значит, сразу даю оценку, а потом уже спойлеры для тех, кто смотрел. Оценка 6 из 10. Фильм так себе, но для современных американских фильмов может быть даже он и ничего. Но больше шестерки он не стоит, потому что первый час смотреть вообще нет смысла. И только потом идет уже какой-то сюжет нормальный. Ну а дальше будет спойлер и нумерология, ну, которые тут очень мало. Вроде записываю. Значит, обращение президента. Ну, тоже спойлеры. Во-первых, как это в Штатах, которые отделились от Вашингтона, показывали бы президента? Вряд ли его показывали. Трансляция прервалась. То есть, не было бы трансляции, поэтому это уже сказка первая. Потом нумерология. Значит, там потом будет кадр, где лучше видно. Вот специально в нем сфокусировали. Когда специально кадры фокусируются на каком-то адресе, на каких-то цифрах, чаще всего все-таки номера. Это значит, нумерология там есть явная. Значит, Нью-Йорк WFO27C3. 27C3. Это, если сократить Нью-Йорк, 44, сумма 8, но так как смерть, не знаю, если четверочки. Потом Нью-Йорк WFO9111 и 30, сумма 3, по согласным. Сверху гласные, снизу согласные, это общая сумма. Ну, и тут тоже Нью-Йорк полностью 9111 и 33, сумма 6. Ну, то есть, подобрали нумерологично, ну, как всегда. Ну, это нарисовано, конечно, подобрали. И то же самое, только без Нью-Йорка, потому что тут не было видно, что там написано. Но зато машина марки Форд. Значит, WPD333, сумма 6. В другой системе, это в Халдейской, это в Пифагорейской, то же самое, 30, сумма 3. То есть, подобрали цифро-буквенное обозначение такое, чтобы совпадало. И там, и там. В Халдейской, значит, и надо 33, а в Пифагорейской 30. Ну, сумма 3, все равно, потому что нолик не считается. Но тут 6, потому что 3 плюс 3, 6. Ну, и Форд. Само по себе название марки 911 по-согласному. И, если просто F, ну, Форд сократить, будет 36, сумма 9. Тоже такой код, частый. В общем, а потом нумерологии уже не будет. Или там где-то затеряется. Ну, вот, название Чарл Тесвилл. И тоже 911 и 369. Потом вот это. Там еще несколько тачек Никала президентских с номерами. Но тяжело было увидеть не то качество. Тут четко. D, 4, B, 1. Ну, Chevrolet и D. Только так получается, не знаю. Может, оно само по себе что-то. D, например. D, Day. Четвертое там. Чего там. B нету на такой месяц, вовремя. Ну, они там как-то еще по-своему могут. Четвертое, B, 1. Какого-то декады там, не знаю. Четвертое, четверть. Потому что там дальше отсылочки будут к Рождеству, я так понимаю, к Новому году. Ну, и к выборам вообще. 5 ноября там выборы в США. И на это все нагнетают. Ну, еще Chevrolet D. 44 тоже 8. В общем, ничего хорошего не несут. Начало, вот, первый час вообще ни о чем. Ну, и тут можно, наверное, долго рассматривать, когда выйдет в качестве, какие штаты там отделились, что как. Ну, это и сейчас уже разделение происходит на красное. Там республиканские, нереспубликанские. Ну, Нью-Йорк. И название. А само название сейчас проверим. Civil VAC, кстати, я что-то забыл про название. Набрологично? Да, набрологично. 9-1-1. 23-я, 5-я. Вот это такое. Вот тут 9-1-1. То есть, возможно, это тоже объяснение. Ну, 9-9-1, но это тоже самое, тождественное. 9-1-1. То есть, вот, значит, не просто так. Просто Civil как будет. А, Civil ничего не будет. А Civil V? 33-6. Но тут никак не обыграно. Если бы как-то V там было. Как Z про зомби. Фильм там, Война Мирой Z. И так далее. А тут не обыграно. Название. Ну, и VAR. Это 1-9 получается тоже. Ну, сумма 9. Единичка. По гласным. А. Ну, такое. В общем, понятно. Нумерология есть. Ну, тут митинг. Кто-то кого-то бьет. Кого-то разгоняют недовольных. И вот бежит Камикадзе. Только с флагом. Единых США еще. Со старым флагом. Или нет. Понятно. И самоподрывается. Осуждаем. И вот тут диалог есть. Про 4 июля. И 120 миль от Вашингтона. Участвуют. Ну, что именно 4 июля. Президента. Это уже скоро. Смотрим. Что-то. До зимы. До выборов не доживет какой-то президент. Или кандидат в президент. Да посмотрим. Раньше в фильмах, например, все происходило не в тот же год, на который они вангуют. А. Через какое-то время. Там. 4 года. Отката отсрочка была. Сейчас отсрочка минимальная. Так понял. Поэтому может и в этом же году быть. Про то, что они говорят. Причем уже они свое вангование не особо скрывают. Уже прямо в лоб. Тут воспоминания. Тут всякие надписи можно тоже изучать. Вестерн форсис, наверное. Западные силы. В. В. Бездесная пера. Люди. Ездят на велосипедах. Но почему-то везде и на машинах ездят. И про литры бензина. И тему не раскрыли. То есть в аннотации википедии неправда. Как раз эта тема. Просто апокалипсис, так сказать. Во время войны. Вообще не раскрыта. Собственно первый час ни о чем. Полностью. Он никак не показали. Что за бензин действительно убьют. От циферки 857. До Вашингтона. Тут тоже можно номерологию считать. Но как-то они тут отметочки на ракете делают. Возможно они какие-то круги рисуют. Где что может быть. Вот этот самый широкий круг. И потом ближе к Вашингтону. Ближе и ближе. Что-то это может и значить. Если тоже проверить. Тоже код 36. Ну тут скорее все-таки да. Вот это. Мосты целые. То есть в войне, опять же напоминаю, Украина, Запорожье живу. И мы тут видим, как действительно война происходит. И первым делом мосты повзорвали. Если боялись наступления. Я так понял. Тут только какие-то перестрелки. Ракетные или какие-то обстрелы. Время от времени. То есть таких именно конкретных боев нет. Одна территория обстреливает другого. И стычки на границах территории. Но все равно там. Там же было вначале. Прилет. Прилет где-то был. Вот. Но так. Получается ракета. Непонятно куда. И все нормально. Едут все. Дороги целые. Мосты не взорваны. Проехать можно. В Украине так не проедешь. Но вот тут какой-то затор. Был. И непонятно кто обстрелял. Гражданских. И зачем это надо было. Ну это так надо. Создать. Ну на самом деле я по-моему не так выглядел. Колонны техники военные. Та взорванные стояли. Ну тут получается наверное да. Люди бежали с города. В принципе как было. При городах Киева. И Харькова. Но все равно. Не так. Ну они всегда так. Картин как один в один практически как Теслы. В оставь мир позади. А тут просто машины. Автомобили. Ну соответственно да. Военные останавливали. Кто-то наступал. Ну как-то военная техника должна быть. А тут вроде как отбомбились. Просто по-граждански. Ну как-то тупо. Никто не будет тратить. Просто так. Без какой-то конкретной цели. Дорогие боеприпасы во время войны. На гражданские. Хотя Россия тратит. Обстреливает. Гражданскую инфраструктуру. Поэтому тут да. Вопрос. И при этом эти же США не дают нам не патриоты. Все патриоты которые есть в Украине. А их около двух штук наверное. Всего. Оказывается далее Германия и Нидерланды. При том что у самих США тысяча штук есть. Пятьсот из которых в запасе. И не дают уничтожать НПЗ. Вот тема с бензином. Опять же. В Украине нет НПЗ. Перерабатывающие заводы уничтожены. И теперь пытаются все время уничтожить газохранение. Постоянно туда ракеты летят. Ну и с военной техникой тут только Хаммера. Хотя были бы танки. Были бы куча всего. Можно посмотреть. Любой день репортажей из Украины. Где можно посмотреть как техника. Какие-то жидкие блокпосты. Они рассчитаны на террористов. На тех которые могут сами себя подпочить. Подрывать. Иначе была бы защита получше. А везде свет есть. Опять же. Тут в Украине везде свет есть. А тут везде свет есть. То есть ну практически такая мирная. Ну тут как бы они хотели показать переход. Это практически мирная жизнь. Но только цвет иногда отрубают. Там лифты плохо ездят. Интернет слабенький. Ну а остальное все нормально. И вот они выезжают. Вот там дом какой-то обстреляли. Тоже как-то слабенько обстреляли. В Запорожье. Он если прилетает, то дома... Четырех домов сразу не становится. Даже если снаряд в дом влетает, дом полностью... Даже ФПН-дром, который там в зарычатке, грамм 400 и то, дом разлетается. А тут картонные дома. Ничего под него не осталось. В общем странно. Ладно. Ну и надо было показать. Показали. Могли бы страшнее показать. Тем более, если пожар происходит, то эти все дома сгорят. Которые рядом. Ну и первое, значит... Непонятно. То ли своих, то ли... Ну у нас этот парень скажет, что знаю его. Но это мародеры. Поэтому все равно их постреляют. И фоточки. Ну там какие-то слабенькие прилеты где-то. Какие прилеты это или дрон слабенький, или... Ну снаряд даже артиллерийский намного аж сильнее. Поэтому непонятно, что тут прилетало. Но надо было изобрезать изобрезили. Но то, что горит долго, это да. Если может леть, лететь, лететь. Даже камыш может сутками гореть. А тут дома. Ну просто если один дом горит, то горят и рядом дома. Особенно при такой плотной застройке. Поэтому это тоже сказки. Ну вот техника. Ну тут, наверное, тоже какая-то номерала есть. Не пофига. Артолет. Ну и кто-то с кем-то перестреливается. Освещая красиво. Вот, 508 милс. А тут не получается. Он балдеет на диванчике. Тут тоже участвуют в штурме. Значит, какие-то против федералов, я так понял, воюют. Какие-то ополченцы. Причем амуниция есть. Все есть. Непонятно. Ну и тут правильно показано, что в плен брать не будут. Потому что пленные. Надо кого-то на кого-то обменять. Это если у вас много пленных забрали. И вообще, если одна страна, как Россия, начинает не брать пленных. И платит еще за, так сказать, невзятие в плен. Опять же, доказательства есть. То и указ есть. То и вторая страна старается не брать. Ну и, соответственно, это градус повышает сразу войны. Так как тогда уже знают, что плен не возьмут. Это специально делают. То есть тот, кто первый и так сделал, тот полностью показывает, что он будет... Ну, градус войны, в общем, накаляет. Ну и тут же их кончают. Пленных не берут. Ласт Вирджинь. 289 Майлс. Такое не получилось. Американцам виднее, что у них там... Что эти мили значат по отношению к кругам вокруг Вашингтона. Вот тут благоденствие такое на стадионе. Все раздают. Причесаны, чистенькие. Еда есть, все есть. Это при том, что миллионы беженцев были. Украина-то Европа спасает. Все страны Европы. А тут... Ну, как-то тоже непонятно. В общем, сильно все хорошо организован. Детки бегают. Все нормально. Ну, тут еще можно, конечно, надписи изучать. Текн... Текнайн, типа... А, Текна, 92. Мар... Мара, 4 или Март, 04. Так уже был. Тут тоже надписи всякие. Зачем-то же их показали. 117. Ладно. Ну, что-то горит периодически. Гостейлерс. Ну, это какая-то команда, наверное. А, ну, вот тут. Идеальный магазин. Типа, ничего не происходит, мы не травы. Ждем, кто выиграет. Исключающая продавщица. Вот. 9.14. Тут номерок на магазине. Не 9-1-1, а 9-14. То есть 9-ое... 14-ое, 9-ое. У них же месяц спереди, у американцев. То есть 14-ое сентября. Возможно, что-то будет. Дву из тайперной крыши, который все контролирует. Чтобы тут был порядок и покой. Ладно, не буду это проверять каждый раз. 176. Все ближе и ближе. И вот тут отсылочка, что будет что-то на Новый год. Удобно камера с таким зомом. Можно следить. Тем, что происходит. Засели снайперы. Вот. Опять же. Или к президенту эта отсылочка. Что тоже на Новый год его. В голову. Вот тут юмор пошел. Такие грузовички. Забавные. Ну, типа как Хайморс, только поменьше возят. И попали они, значит, к правым каким-то. Чувакам. Которые, значит, занимаются нехорошими делами. Это единственное. Ну, то есть, фильм уже было не смотреть. Вот трейлеры все показали практически. Вот этот момент самый важный был. В фильме. И все. По сути. Массовое захоронение. Как в Буче. Ну, так далее. Брали. Вот. Номера. Дедуля погибает. Дедуля всех спас. Красивый момент. И тут красиво и долго показывают, как много техники у остальных штатов. Ну, типа Техас, наверное, больше всего техники считается. Поэтому он может отделиться. Его население больше всего техники. Но очень плохо, что не раскрыт момент с населением вообще. Ну, то это единственный момент был. Но то не население тоже было, то какие-то ополченцы или военные. Тоже непонятно, кто тут был. То есть вообще население не показано. Никакие мародеры не показаны. Хотя не были бы. Проблемы с бензином были бы. С едой были бы проблемы. Электроэнергии не было. Мосты взорваны. Снабжения не было. Поля бы горели. Ну, лес тут показан, что горит. Ну, вот так. Ну, совершенно не тот уровень. Даже по Украине можно судить. Хотя у нас даже не гражданская война. У меня есть видео, почему у нас не гражданская война. Тогда как донецкие танки ездили с военторгов, так называемых кавычках. В Запорожье коллаборанта закидали просто тухлыми яйцами. И все. На этом все окончилось. В Запорожье. Поэтому гражданской войны в Украине нет. Доказано. Для сравнения. Ну, и тем более Гирпин признался. Что это все организовывали. В общем, тут решает армия. Показано, что все делает армия. Люди ничего не делают. Ничего не решают. И вообще их тут практически нет. Хотя толпы людей как раз бы и решали. Куда, что. И так далее. В армии все есть. В армии все хорошо. Ну, это факт. При любой войне, при любом апокалипсисе все в армии будет. А гражданские так будут. Ну, там показали он ванильную жизнь. На стадионе, в палаточках. Все есть. Все обеспечено. Ну, и гробы. Ну, хоть не пластиковая, не пластиковая отсылочка. Которые уже заготовлены. Ну, вот этот Чарльз Санвиль. Другие репортеры. Вот тут тоже 5-5-4. Как это интерпретировать? Как дату или что это? 554-й день года. Ну, 365, но я не знаю. Какого там... От чего они, может, считают? Я имею в виду не день года, а от какого-то события 554-й день, например. Мало ли как они ждут 666-го. Там какой-нибудь. Не знаю. Все красиво. Репортеры. А, ну и отношение к репортерам. Что репортеров везде пускают. Везде им почет. Никуда бы не пустили. По башке дали и все. И камеру разбили. В первый же момент. Я думаю, техника не будет уже стоить такие деньги. А, промотал уже. Про канадский доллар. Где у тебя были, которые... Бародеров вешали. Сказали, что бутерброд даже не стоит 300 баксов. Наоборот. Дороже стоит бутерброд, чем 300 баксов. А вот канадский в ходу. То есть доллар падет. Вашингтон. ПВО. Налегке залетают, стреляют. Ну, хоть какой-то экшен. На это весь бюджет ушел. Вертолет так среди домов летать не будет. Это слишком опасно для него. Он сверху будет обстреливать. Да, но так, чтобы залетать прям в квартал, вряд ли. Танки, опять же, Украина доказала, что танки очень уязвимы на улицах. Как Кальмолотова. И танк горит. Любой гранатомет, и танк горит. Мина, и танк горит. Нигде растяжек нет. Ну, в общем... По сравнению с Украиной, это просто сказка. Тут можно много чего находить. И придираться, но... Растяжек нет. Снайперов нет. Все стреляют от плечаток. Штурмуют зачем-то главные ворота. Хотя было плагичнее танкам. Или взорвать просто стену в каком-то месте. И не ломиться через ворота. А, ну... Флаг я забыл. Там где-то был. Ну, короче, флаг вот такой, с двумя звездочками теперь. А, настоящий флаг у них... Вот такой. Много звездочек. Поэтому... У них уже новый флаг. Двумя звездочками. Анонс, так сказать. Ну, тут тоже... На часах 9.20 вроде. Ну, 21.20. Или 21.25. Ну, что-то такое. Ну, не 9.11. Ну, 9 тоже есть. Там уже можно думать. 9.25. Ну, тут я скриншот дел имена... А, это же просто скриншот. Да, я забыл. Короче, одна... Час 33.33. То есть, час 33 минуты, 33 секунды. Ну, тут ничего такого не было. Я что-то ожидал, что тут президент сам себя застрелит. На этих секундных минутах было плагично, но нет. К чему был отвлекающий маневр с выездом охраны, тоже непонятно, президентской. Но это уже так. Мы расстреляли каких-то чиновников. Ну, и лезут к президенту. Переговорщица не сработала, тоже ее в расходах. Тут тоже глупый кадр. У нее, во-первых, бронежилет должен быть, и он есть вроде как. А ее спину выстрелили там, ну, с какого-то автоматика. Ну, так. Еще и не помогли не попасть. И при этом она зачем-то осталась стоять над девочкой, хотя мало на нее упасть. Ну, тоже непонятно. Ну, надо было драматизм, и нагнали. И преемственность поколений. Старая не справилась, новая, значит, ее нишу заняла. И у нее будет ангел-хранитель в виде того мужика, который их проводит везде. Ну, и президент. Последнее прощальное слово. Ну, все. И хватит. Ленол. Ну, такое. Такое. То есть, по тому, как война показана, это сказка. По отношению персонажа, ну, может быть, но тоже так себе. Девочку б явно не взяли. И старикат не взяли. Так вот, свободно ездить между воюющими территориями тоже никто не мог бы. Потому что везде мины были бы. Кто не верит, можете сказочника такого найти. В телеграме есть. Он оттуда выезжал как раз. С временно оккупированных территорий. И может рассказать, как он это делал. Очень стремно, очень опасно. Все заминировано было бы. И, помимо того, были блокпосты. Ну, в общем, и мародерство тоже. Ну, тут показано, значит, молодцы, с мародерами борются. Я не могу воспринимать тех, кто там показан как негативный персонаж. Не вторые, а первые, которые подвешивали. Потому что мародеров действительно надо так. Как в России смеялись над, что у нас мародеров к столбам скотчем приклеили. И говорили, о, типа дикари. А сами теперь, сами же жалуются на мародеров, которые воруют из затопленных территорий. Ворске. И не только. И при этом российская армия, мародеры. Тоже видео на канале именно в Шортсе. Они сами не скрывают. Поэтому такое дело. Поэтому тех персонажей, которые борются с мародерами. Просто тут вопрос, мародеры или просто какие-то внутренние разборки. Это понятное дело. Будет резня, все, что копилось годами, выплеснится мгновенно. Это да. Когда семья не любила какую-то другую семью, там за территорией и что-то еще. Кто-то кого-то топнул и пули полетели. Это такое. Но именно в плане, что с мародерами надо жестко, это да. То есть у нас даже не жестко, это да. Ну поэтому фильм на 6 из 10. Для американцев он может даже быть сильный. Потому что будет показано, что это все бессмысленно и какой смысл. Но опять же, опять же, диктатор, президент, как он этого добился. Ну, в России это добился. И народ даже поддерживает. И хвалит. Рейтинг высокий нарисованный. А может, они не нарисованы. Но все равно не те проценты. Наверное, ниже. Тут вопрос к людям. То есть как поведется население. То, что все-таки в странах, в каждой стране население ведет себя по-разному. Получается. И почему русские не поймут украинца? Потому что у нас есть этот тяга к свободе. Но можно говорить, конечно, да, сейчас вот. Закон приняли, всех заберут и так далее. Но воюют не ради президента. Воюют ради своего дома. Отступать некуда. Ну, это такие аналогии с Украиной. Для меня это важнее, конечно. В США, мне кажется, просто будет более-менее мирное распадание на Штаты. Так как там изначально Штаты это Соединенные Государства Америки, так можно сказать. Поэтому, прямая цитата. Соединенные Государства Америки. Поэтому там это изначально как бы заложено, что, ну, типа единое, да, но у каждого свои законы. То есть там более мирный, мне кажется, развал будет. Поэтому 6 из 10. Если какие-то еще интересные заметки сделали, пишите. Ну, или какие-то даты заметили. Даты, даты. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.